В Татьянин день все студентки, ужель те самые Татьяны и все красавицы. Их мимолетные улыбки напоминают о поэтических строках великого поэта. А в студенческих буднях, а главное праздниках, без поэзии не обойтись. Сегодня в МГОУ праздник Татьянин день как финал большого конкурса «Студенческий Олимп Подмосковья». Его идея была высказана здесь же, ровно год назад, и тоже в Татьянин день. В течение года мы отбираем лучших из лучших, лучших студентов Московской области по целому ряду номинаций. Это и творчество, это и общественная активность, это наука, спорт. Они будут соревноваться вживую. Соревноваться вживую и показав свою эрудицию, активность, скорость принятия решений, мы сможем увидеть победителей. Почти 200 человек подали заявки на участие в конкурсе. Лучшие в своих вузах. А конкурс – это тот же экзамен, только здесь еще и экзаменаторов полный зал. Каким же должен быть идеальный студент? Мы спросили самих конкурсантов. Во-первых, он должен быть, я думаю, эрудированный, спортивный обязательно, потому что Московская область вообще славится самим спортом. Наука также у нас славится в Московской области. Я думаю, что студент должен быть хорошим идеалом для любого школьника, чтобы он был с него пример. Знание, свободу в самовыражении какой-то, вот в своем собственном. Да, все в принципе, наверное. Это самое главное? Для меня это самое главное, да. А мы такими студентов себе и представляли. Благо, сами ими были и хорошо помним те замечательные годы. Студенты всегда выплескивают передовые идеи. Даже председатель областной избирательной комиссии пожелала принять участие в конкурсе и как наблюдатель, и как член жюри. В студенчество – та замечательная пора, когда человек может, получая образование, продолжать делать выбор того важного шага в жизни. А делать выбор в жизни – это всегда очень важно. И важно сделать его правильно. Я уверена в нашем студенчестве. Оно не будет лежать на диване, оно встанет и сделает выбор свой. Конкурс в самом разгаре. Из этого танца, как из пены волн, появляются конкурсанты. Им предстоит продемонстрировать и эрудицию, и художественный вкус, а главное – свое умение влиять на ход жизни. И своей, и всех нас. Вопросы каверзные, подчас подвохом, но жизнь подготовила еще более сложные. Финалистов, а их уже можно назвать победителями, ждет главный приз студенческого Олимпа Подмосковья. Его вручит лично министр образования Московской области Марина Захарова. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День». Продолжение следует.